против александра лобова из москвы саша очень тяжелый удар очень очень тяжелый удар сами торопись он как раз такой нокаутер нокаутер не суетливый но очень очень мощный панчер ярко выраженный причем и здесь давид видно что немножко не то что под опасается но все-таки лишний раз на средне ближнюю дистанцию заходить не хочет сейчас видно очевидно не доносит руки до воздуха опасается входить на дистанцию удара там где может прилететь но в таком в такой ситуации наверное имеет смысл сделать ставку на борьбу если ты уверен что борешься лучше хорошо неплохо пробует дает пробит комбинатор вот его забирает александр захват есть подхват не пошел но надо бросать время за время ну цуками да как мы с вами успели уже обсудить никакой разницы сколько этих цуками будет сейчас можно опять хватать никаким образом ну а собственно с панчером что еще делать вязать и бросок замечательный амплитудный проходит но за ковром за ковром и у нас вот вы знаете раньше отца теоретическая возможность получения оценки за бросок было то есть в правилах было тогда написано за амплитудный бросок который собственно повел за собой как следствие падение противника и ты при этом остался на ногах вот тогда да но я ни разу не видел чтобы вот у нас такие броски исполняли ну то есть человек должен лекарство на порядок но хорош вот если бы не вытолкал могли бы юку дайте просто за работу попал раз за разом боец синим доги наносит апперкоты причем с передней руки а вот здесь он не вот здесь он хуже работает вот здесь он хуже вот здесь лобов его колени на просто убивает хорошо лосик как легается лосик колено в бедро такое ну не частый гость на наших турнирах потому что старается работать более надежную технику но здесь молодец давид вспомнил как она бьется саша саша скандирует зал включится бы на серию ту на одну нет раз два три четыре но характер дух воля любопытно любопытно по качеству попадания мне чуть больше наверно понравился давид по работе в общем и целом и больше понравился лобов но здесь судьи на ковре тоже посчитали что давид им нравится больше ударки город ростов-на-дону ростов-на-дону ростов-на-давид таким образом у нас выходит в финал и встретиться в финале с крисановым собственно еще один поединок у без оценок минус здесь на самом деле судейский корпус очень тяжелый очень ровные бои очень ровные бои есть инструкция так понимаю не давать до время ребят вы судьи судей в искусстве решите кто победил не может такого быть чтобы обуви были одиннадцатый шестнадцать